привет друзья как и обещал если до воскресенья будет 100000 побегу 100 километров 100 тысяч есть вчера вечером поэтому во вторник я побегу 100 километров которые авансировал я к ним особо не готовился следующем выпуске я покажу как я пробежал сотку следите за мной в страве следите за мной фейсбуке все будет классно и спасибо вам спасибо всем спасибо всем кто был со мной эти годы вы сейчас все обострете саня специально для канала бегущий банкир обрезал волосы который не стрит 15 лет сегодня вы будете знать слушать смотреть как остаться выше ли именно сегодня на канале бегущий банкир у нас александр долгопол встречать друзья я сегодня вас познакомлю с очень светлыми парнем это номер один украинской сборной по теннису александр долгополов младший теннисисты знают не теннисисты не знают саня только что приехал после операции прооперировал кисть расскажи что за операция почему ты решился на нее посреди сезона практически остановился вылетел до конца сезона из борьбы ну решился на раз потому что я не мог играть толком то есть я старался ее восстановить максимально без операции но пришлось уже вынужден делать операцию потому что пол сезона прошло и она не проходила и как бы операцию мне сказали что четыре месяца восстановление минимальная но я подумал что если я дальше продолжу лечиться то есть следующий сезон будет под угрозой а в германии берется да почему в германии почему не в америке не в израиле ну так получилось что недавно у меня спина болела года два назад и мне и вылечили как раз германии врач баварии мюнхенской и он я приехал к нему опять же проблемы это и он посоветовал от другого вращаемого на специалиста по руке который много оперирует руку сколько операция стоило 5000 евро страховка покрыла частично на мне есть сегодня целую ночь думал о тебе мне вот интересно что ты думал когда подходил к сетке на выиграл на дальность то ничего не думал как не думал что ты чувствовал да это облегчение но наверно больше всего эмоций все-таки испытываешь во время матча то есть после матча как-то тебя так все отлегает первый матч да с первым из зала это в индивидуал все было второй матч по моему тоже спел а какой тебя счет по встрече я всегда если я максимально выкладываюсь я не могу видеть такое впечатление что он напрягает конкретно пару мышц которые ему нужны больше вообще тело и лицо расслаблено вот она ну давай я сяду за руку я узнал оказывается что вам по сборной платят деньги а сколько в зависимости как стоишь а что по ходовой здесь делали машине по ходовой еще в принципе не делали то есть стандартная подвеска в общем то да когда уже началось следующий пульт давай щас мы до следующего до и растений красный красный вообще вообще не нужно а скорость 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 скоро столько только сколько скорость подождите давай так разберемся скорость можно это какое-то отдельное нарушение все остальное Нет, скорость по городу. Если я выехал на трассе, то я же тоже нарушаю скорость, если я поеду 200-300. В чем особенность того, чтобы минимально людей опасности подвергать. Днем в городе, агрессивно я ехать не буду. Надо где-то место найти, чтобы нормально поехать. Таких мест в Украине нет. Ну вот здесь вот, кстати, что-то там. Ну давай, господь. Знаешь, как в анекдоте про чувака, который может пропугать любую мелодию? Знаешь, что это анекдот? Я сейчас тебе расскажу анекдот. Подписывайтесь на канал Бегущий Банкір, и чем больше будет людей, которые хотят Бегущий Банкір чути украинскую мову, тем швидше Бегущий Банкір перейде на украинскую. Триатлонический вопрос у нас сейчас в профессиональном триатлоне, прошла такая мода. Профессионалы заявляются в турниры любительские, выигрывают, отбираются на чемпионат мира и рукоплечут друг к другу. Как это вяжется в твоей голове профессионала, теннисиста? Любителей же тоже много. Я считаю, что теннис, наверное, это второй после триатлона сегодня по популярности. После триатлона и бега, скажем, объединим. Бег и триатлон – это самый номер один. Теннис точно больше, чем футбол. По любителям в мире. Вот как бы ты… Как это у тебя укладывается в голове? Как ты откомментируешь это? Ну, наверное, кто-то это должен контролировать. Я думаю, любители должны играть с любителями. Профессионалы с профессионалами. Ну… Ну, это же попадает интерес, как бы. Я не знаю, если там какая-то денежная составляющая, чтобы это делать, или просто это делать. Не-не, ради признания. Так все же знают, что ты профессионал, нет? Да. Это же не секрет. Ну, все в этой стране знают, да. Здравствуйте. В этой стране знают, а в той не знают. Ну, тебе сказали… Ну, если тебе огромное, если тебе дадут миллион долларов, то ты, конечно, пойдешь и сыграешь. Проблемы тут не будет. Естественно, вопрос в сумме. Ну, вообще, там, конечно, предлагали играть какие-то пары и нормальные деньги предлагали. Любитель плюс профессионал. По 10, 20, 30 тысяч долларов. Ну, мне это неинтересно. Не знаю, я не считаю, что… Я не тренер, я не… Ну, зачем мне это? Я зарабатываю нормальные деньги, чтобы не ходить и не играть в пару. Ну, ты говоришь, что в этом году заработал 150 тысяч долларов. Да, 30 уже сравнимые со 150 тысячами долларов. Ну, опять же, это были там несколько раз в карьере, и мне это было неинтересно. С ребенком просили поиграть. С ребенком я сказал, что я не буду брать деньги, я могу так с ребенком поиграть немножко. Ну, как-то не знаю, для меня это не способ заработка, там, тренировать кого-то или кому-то там подкидывать, или пару играть. Не вижу в этом смысла. А ты исключаешь такую возможность в будущем? Ну, в будущем, когда ты уже закончил, это другой вопрос. Да, да. Ну, там, 40-50. Если тебе хочется или нужны деньги, или там, ну, просто в тусовке какой-то. Ну, мне хочется от тенниса отойти вообще на какое-то время точно. Просто отдохнуть, не видеть линии и мячик. Музыка. Чему хочешь научиться? Хочешь альбомы выпускать? Хочу, ну, как обычно. Только на максимум. Ну, если я чем-то занимаюсь, то только. Ну, прям альбомы и тиражи? Да. Ну, в общем-то, диджей, музыкальный продюсер, электронная музыка. Время не замечаешь, когда занимаешься этим? Ну, да, уходит, можно сидеть там, ну, люди, к кому, кто не готов, там, если кто-то сидит в комнате, то проблемы. Там обрабатывать один звук барабана, там, полтора часа. Вон у тебя игра, туф, 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 одинаковый. Ну, и что ты делаешь, полтора часа? Я говорю, да, тут надо обрабатывать. А как ты освоил программное обеспечение? Уроки, тренировки. То есть я купил обучение. А есть какая-то музыка, которую он написал, чтобы мы его саундтреком ставили? Нет, не такую, чтобы показывать людям. А музыка, ты вот уже второй или третий раз упомянул музыку. Музыку я, ну, вначале сейчас очень много тратил, около 5-6 часов в день. А сам-то ты какой комфорт потребляешь, вот, с точки зрения каждый день, что для тебя важно? Зависит, что я делаю. Есть настроение, там, куда-то выйти погулять. Я говорю, о жизни бытовуха такая простая. Сейчас мне просто сидеть дома, я кайфую, мне никуда не надо ехать, собираться, бежать. Можно спать сколько хочешь, никаких дел. Выехал с друзьями, покушал, позанимался там музыкой какой-то. Ну, просто обычный какой-то отдых. Какой у тебя счет по встречам с Наталем? 2-6, по-моему, если я ошибаюсь. Или 2-7. Ну, было вообще 5-0. Потом я два раза выиграл, 5-2 стало и сейчас или 6-2. Или 7-2, может. Ты единственный из украинцев, кто у него выигрывал. Вот, в твой взгляд, в чем секрет? Как получилось? У тебя сильно отличается теннис от всех. Ты резкий, у тебя фантастические ноги, хлесткий удар, очень сильная подача для твоего роста. Ну, наверное, я ему немного некомфортен по стилю. То есть, он играет далеко, я это могу использовать. Конечно, он тоже очень неудобный. Потому что, если у тебя там не очень удачный день, то играть крайне тяжело. То есть, ты все время слева играешь высоко, он почти не ошибается. То есть, ты все должен сам забирать. Ну, в те дни у меня были удачные дни. И я нашел как-то способы, как использовать корт. То есть, он стоит далеко и дает тебе играть. То есть, не так, что ты вышел и тебя там убили совсем. Вот что ты делаешь вот реально на турнире? От чего это зависит? Ты анализировал это? Нет, чего я бы сказал. То есть, ты встаешь, когда-то ты плохо спал. Когда-то просто у тебя тело чуть-чуть не свое. То есть, в теннисе, мне кажется, настолько маленький зазор у тебя. Где ты играешь хорошо или плохо. То есть, там буквально на сантиметр два у тебя точка удара сбивается. И это кардинально вообще меняет, как ты выступаешь. Это не так, что ты там можешь примерно показывать какой-то стабильный результат. То есть, бывают дни, ты можешь упасть по игре на 50-70%. Даже если ты физически готов, ты просто не попадаешь в корни. А ты думал о том, как себя окружить вот этим позитивом? Как создать вот эту позитивную оболочку для того, чтобы она тебя пушила? Ну, наверное, для меня важно, чтобы правильные люди со мной были. То есть, с которыми мне комфортно в первую очередь по жизни. Не так, чтобы... Не только тебе давали информацию, информацию грузили, грузили, а... Эмоционально. То есть, ты ездишь с ними там 9 месяцев, 10 месяцев в году. Вы там живете вместе, летаете вместе. Это как, ну... Как жена почти. То есть, ты постоянно с ними что бы ни происходило. И для меня важно очень, чтобы это были комфортные люди. Чтобы, ну, они знали, как с меня снять какой-то стресс. А сам, ну, наверное, просто стараешься больше позитива себя. Как-то там говорить, что все нормально. Даже если ты там проигрываешь, подряд проигрываешь. Ну, это нелегко. Это стресс. Это, ну, наверное, в каждом спорте так, я думаю. Если измерить уровень адреналина, он самый высокий, вот, когда первый гейм разыгрывается, на матчболах, на сетболах. Вот у тебя лично ты можешь прочувствовать? Всегда по-разному. Ну, стартовый, наверное, сильное волнение. Но бывает и зажмет так, если очень хочется выиграть какие-то ответственные матчи, там, с тем же Надалем, там. Я подавал на матч, я просто ударил там 4 фона. То есть он просто принял в корт, ничего не сделал. И я отдал свою подачу на 5-4 на матч. Под 0-40 вообще ни разу в корт не попал. То есть настолько сковало там руки как-то. И, ну, я уже не думал там куда бить, что делать в этом розыгрыше. Я думал там, ну, вот все. Осталось только подать. В принципе, я не так много своих подач проигрываю. Ну, и, конечно, какие-то суперважные моменты. Ну, все-таки теннисист, он знает, где ключевые мячи. Где это матчевый мяч, там, с Жоковичем тоже. Когда я имел сет 3-1 и брейкпоинт был, я понимал, что это почти матчбол. Ну, что 4-1 и 2 своих подачи. Второй сет, скорее всего, он сломается. И тоже я проиграл этот мяч, проиграл еще один брейкпоинт. Стало 3-2 и это уже совсем другая картина. 3-2, один брейк, то есть разница невелика. То есть ты знаешь, из этого и заживаешься. То есть ты знаешь, где ключевой мяч какой-то. Вопрос, наверное, от молодых теннисистов, которые только начинают путь профессиональных спортсменов. Вот как эмоционально себя настроить на то, чтобы каждый мяч разыгрывать с белого листа? Не думать о счете, отдаваться каждому мячу. Я думаю, никак. Ты все равно будешь думать о счете и ты все равно должен это... Ну, нельзя, мне кажется, бороться с волнением. Нужно понимать, как из него... Не управлять? Да, выходить быстрее всего. В основном это, ну, то, что тренера-психологи там советуют, это через нагрузку. То есть ты чувствуешь какое-то волнение, нужно потеть, бежать максимум за каждым мячом. Ну, и как-то отвлекаться. Нельзя себе дать установку, не волноваться. Когда там стадион, какой-то соперник, супер важный мяч, это зажимало и с Надалем, и с Федерером. То есть их всех зажимает. Это вопрос, как ты с этим справляешься. Предлагаю поехать встать и поехать с первой. С первой больше всего впечатляет. Потому что с первой будет другой приход. Вот так, да? Никого не было. Да, можем в принципе. А теннис, какой тебе вот бенефит в информационном пространстве, в людях, да? Ну, пока ты не видал. Ну, вот вокруг же все равно есть масса людей. Не знаю, у меня очень узкий круг общения. Ну, конечно, плюс, что тебе легче какие-то там вопросы или знакомства. То есть, люди уважают за твои достижения, но как-то я стараюсь не пользоваться все-таки. Да, приятно, если тебя там в аэропорту, там, может, без очереди провели или что-то такие, какие-то мелочи. Какие тебе люди интересны? Любые. Я уважаю любые достижения, неважно, в принципе, в каком деле. Если человек достиг успеха, я, ну, нельзя там сказать, что этот лучше, этот хуже. Я думаю, в любом деле, если ты реально крут, и это признано, как будто бизнес, или музыка, или кино, или все, что угодно. Ну, я не считаю, что бывают там какие-то выскочки случайности, это миф, наверное. То есть, какой у тебя все-таки рецепт успешности? Вот если брать генералю. Вкалывать. Вкалывать. Сейчас там мы начали, ну, я ничего сложного там не нахожу. Ну, то есть, да, я как бы не занимаюсь там какими-то это суперсложными проектами, может. Ну, это просто вкалывание. Бегать там эти, сдавать, оформлять что-то юридически, счета, налоги подавать, рынок изучать, аудиторию, куда, кому сдавать, дизайн мы делаем, как это продвигать. Ну, это, в общем-то, вкалывание. Если ты думаешь головой и работоспособен, то я думаю, что, конечно, чтобы достичь супервысот, наверное, нужен какой-то талант, что ли. А у тебя узнают на улице? У нас редко. За границей, да. А за границей где больше всего? Наверное, Австралия, Америка. Каких топ-3 матча в твоей жизни, вот, которых ты помнишь и всегда будешь помнить? Ну, с Нодалем, наверное, буду помнить. Первый? Первый Indian Lost. Да, то есть у меня там был очень хороший месяц, в принципе, я 4 турнира подряд сыграл хорошо. Ну, и такой запоминающийся матч, я не подал на матч. На тайбреке вроде как на матчболе подал эйс, уже пошли сжать руку, и он взял челлендж, и там миллиметр вообще аут, и мне надо, я назад иду, думаю, что делать. И еще же вторая подача. То есть пала за секунд 40. Там все зааплодировали, встали, закричал в стадион, что я выиграл. То есть геймсет матч объявляет судья, он говорит, челлендж. Мы подходим к сетке, он меня еще спрашивает, там попал или аут. Я говорю, я не знаю, очень близко. И вообще миллиметровый аут. Ну, и ты как бы идешь, и у тебя там 15 секунд паузы, и думаешь, блин, да как? Как же пожарить на ровно раз. Что тебе отец после этого сказал? Да ничего, папа там, по-моему, заплакал тоже, когда он на трибуне жмел. Поэтому, ну, конечно, он был рад, доволен. Ну, думаю, для него это там тоже как цель была жизни, чтобы я там играл. Кто не знает, папа Саши сделал четвертым Андрея Медведева, самого выдающегося теннисиста пока всех времен и народов, за всю историю украинского тенниса. У тебя сложные отношения, вы там три или четыре раза расходились, как тренер расходились. Причем, передумал, что под этим? Вот на моменте сейчас, какие отношения? Нормальные отношения. Часто видишь, часто слышишь, тренирует. Не часто вижу, потому что он тренирует ребят. Ко мне приходят на тренировки, когда мы в Киеве пересекаемся. Ну, а так я езжу со Стасом Хмарским, с физиотерапевтом. То есть, ну, следит, естественно, общаемся. Отношения, нормальные отношения, как у папы с сыном. Ну, вот модель поведения Ломаченко. Папа, отец. Тренер, сын, великий уже боксер. И при этом сам Вася говорит, что я без него не могу. Ну, я могу без него, но не могу без него. Ну, я не знаю, как мы в боксе летали, насколько там важен тренер в теннисе все-таки. Если ты хорошо думаешь головой, и тебя научили, а меня научили всему, что нужно для тенниса, то, в принципе, ты можешь как бы сам анализировать, что происходит, ты можешь свое тело чувствовать. Поэтому он меня обучил тому, что мне нужно. И, в принципе, конечно, все равно как-то ведет, подсказывает, помогает какие-то советами. Но, в общем-то, есть игроки, которые без тренера вообще. Как ты к старшему поколению относишься? Медведев, рыбалка, капельников, сафин? Ну, с Медведевым мы сто лет уже, я же ребенок еще был, когда мы знакомы были. Поэтому, ну, все знают как-то. Ну, дружно, не скажу, что мы общаемся там близко. Конечно, когда видимся, мы там кушаем, говорим. Ну, приятельские отношения. А с русскими какие отношения? Ну, с теннисистами, я имею в виду. Обычные. То есть никакого выделения нет? Ну, как-то политику. Конечно... А кто в туре тебе ближе всех, как друг, ну, как товарищ? Ну, там, в топ-100, да. С кем с удовольствием, там, вот приезжаешь, там, обязательно встречаетесь, идете ужинать, там, или нет. Есть такие люди? Нет, как-то так хаотично. Там, мы иногда выходим с разными людьми. Ну, в основном, конечно, все как-то придерживаются языкового карьера. То есть, там... То есть, по языковым, грубым? То есть, русскоговорящие, да, там, бывшие страны, там, СНГ, Прибалтика, ну, все, кто по-русски понимают, говорят, там, как-то между собой общаются. Как ты к женскому теннису опнешься? Смотришь, не смотришь, нравится, не нравится. Я даже мужское редко смотрю. А что смотришь, какой спорт? Никакого. Вот, вообще, смотришь. Вот, последнее что-то смотрел, там, не знаю, финал Лиги Чемпионов. А, финал Лиги Чемпионов мира. Чемпионат мира. Чемпионат мира, по-моему, пару матчей видел, финал, по-моему, видел. Ну, как бы так. На стадион не ходишь? Не, на стадион не хожу, для меня это перебор. Очень много людей? Ну, некомфортно, да, много людей, неспокойных людей, то есть. Что бы ты поменял? Что бы здесь было лучше? Ты много видел стран. Да, коррупцию убрать, и все будет в разы лучше. А как бы коррупцию убрать? Как сажать? Расстрелять, повесить, убить, посадить? Ну, это радикально, сажать. Хорошо, ну, посадил 100 человек каких-то высоких, и кто пойдет дальше, я думаю. Урезать, я думаю, что у нас, наверное, такого аппарата в стране, как у нас, по затратности человеческой. Я думаю, в эффективных странах, я думаю, такого нет. Какой-то там Японии или Прибалтике, то есть там очень мало людей власти. Когда ты первый раз сказал, папа, все, я сам попробую? Лет 19-20. После чего? Да, ссора обычная какая-то, ни о чем, да. Да, я тогда все, собрал вещи, говорю, буду жить сам. Они говорят, ну, давай, давай, сейчас месяц поживешь и вернешься. Ну, у меня, благо, я смог, мне помогли там хорошие люди, друзья, кто мне дали денег, и на поездки причем, и они, ну, родители не знали об этом. Они говорят, ну, ты деньги бегаешь. Я говорю, неважно. Ну, в итоге, конечно, помогли, я как-то начал ездить, ездить. Потом там менеджер уже подыскал мне Джека Ридера, австралийца, вот с которым мы проработали, там, начиная от 300-го в рейтинге до топ-20, там, 2-3 года он меня вел. Ну, и как-то так, потом мы разошлись с Джеком, с папой опять где-то в вот отъездили, ну, то есть... А как вот вернулся ты, пришел, сказал, прости, или давай еще раз попробуем. Да, у нас уже были, то есть, да, какое-то время мы там что-то злились, злились, но все равно потом отношения наладились, потом я начал хорошо играть, тоже, как бы, он был доволен, поэтому уже не было каких-то проблем, вот в старой ссоре. Ну, и так, как-то дальше опять поссорились, опять я стал ездить сам. Ну, в общем, конечно, мы все равно всегда меряемся по итогу, и все равно, то есть, если мне какая-то помощь нужна, он всегда готов. Возвращаясь к тому, чему он тебя научил, ты говоришь, важно научиться думать головой в теннисе, это принципиальный вопрос. У тебя очень такая непохожая, неклассическая техника, ты взрывной, хлесткий, быстрый, неудобный для соперников. Какой папа в этом принял участие? Еще бытует мнение, что старший Долгополов не заморачивается на технике, то есть он дает возможность, как бы, человеку свои биометрические такие реализовать. Ну, нет, я не соглашусь. На самом деле он очень структулезен к технике, особенно в детском возрасте. То есть, когда я маленьким был, очень красивая была технация. То есть она как-то так сама модифицировалась, то есть я был, допустим, низкий, мне приходилось выпрыгивать сильно на подаче. То есть он это, ну, он не заставлял меня это переделывать, как-то она так и развивалась, развивалась, я рос и подстраивалась. То есть там под мой стиль игры они менялись тоже, если я раньше там все время резал, то слева я, то есть у меня поставлен в основном плоский удар, я много не вращаю, потому что я мало этим ударом пользовался. И как-то так по годам она сама эволюционировала, да. Ну, и он как-то уже подправлял там, ну, он не заставлял там, играй вот так вот. Я, насколько понимаю, у тебя видно жительство в Монако, да? Монако любишь, почему Монако, почему не другие места? Как это эволюционно сложилось? Ну, не знаю, мне менеджер предложил в Монако. Это из-за налогов? Частично это были и из-за налогов, потому что у нас хотели двойные налоги, чтобы я заплатил. То есть мы платим автоматом на турнире. Реклама, да. 35 процентов. 25, где как, ну, в основном там до 30 в среднем. Это корпоративный налог страны? И хотели еще дома, сверху, я говорю, так это же 50 будет. Я же там-то уже автоматически уплатил. Сейчас, возможно, буду переезжать в Дубай. В Дубай? Потому что, да, там ввели в Монако новые правила. Нужно держать полмиллиона евро на счету, не трогая. Для твоих доходов, которые я увидел в ITP. Этих доходов нет. Этих уже нет. Они или потрачены, или вложены. То, что люди видят, это там какие-то миллионы. Ну, вот здесь мы ссылочку покажем. Там тотал 7 миллионов с копейками долларов. Это еще без контракта. Да, это без контракта. А в этом году миллион двести что-то такое. В этом году вообще ноль. Я же не играл. Я сыграл два турнира в этом году. 150 тысяч, по-моему. Ну, вот я вышел в третий круг. Сейчас какие-то ребята из деревень скажут, ноль. Это у него ноль, 150 тысяч. Где ты чувствуешь себя максимально безопасно? Дома. Тут. В Киеве? Да. Не в Монако? Нет. Не в Америке? Нет. В Америке какой любимый город? В Америке любимый город. Не знаю. Вариантов уже немного. Я не фанат... В Америке? Да. Я вообще не фанат путешествий. Я уже на путешествовался столько. И Европа мне все-таки ближе. Как-то ближе к дому. И ближе мне нравится, что посмотреть. Ментальности. Что посмотреть, ментальности, культура. Хорошо, если не брать Киев, то какой любимый город? Рим, наверное. Рим мне нравится. Ты говоришь, там, деньги вкладываешь, да? Куда ты вкладываешь? Что ты... Как ты думаешь, как инвестор? Ну, наверное, самое безопасное, когда есть какой-то капитал, это недвижимость. Мне кажется. Как ты относишься к недвижимости в Украине, за пределами Украины? У тебя... Я считаю, в Украине вообще максимально выгодна недвижимость. Из тех процентов, что она отдает. Как ты считаешь эффективную ставку на размещение капитала? Сколько получается зарабатывать с недвижимостью, с вложением? До 15% годовых. Это недвижимость жилая или нет? Жилая недвижимость, в основном, мы посмотрели рынок, посмотрели, где лучшая отдача, потому что, допустим, покупать в новом доме не выгодно. То есть, лучше... Ты не сдашь ее гораздо дороже, но потратишь больше гораздо. То есть, покупаются более старые дома, делаются хорошие ребенки. Ну, по сравнению с тем, что мне предлагали в Европе, это небо и земля. То есть, там любая квартира 500-миллион и тренесит она там пару тысяч евро. Тут квартиру можно за 100 тысяч купить и пару, и полторы тысячи получать. То есть, очень большая отдача. Airbnb пробовал? Только там. Только там. Саня специально для канала «Бегущий банкир» обрезал волосы, которые не стриг 15 лет. Вот он, исторический. По скриптуму, скажи, вот ты же много давал интервью. Чем это отличается от всех остальных? Больше времени потрачено, оно в разных местах. То есть, какой-то идет процесс интересней. То есть, ну, обычно интервью такое. Скучно? Ну, не то, что скучно, но редко, когда тебе что-то новое задают. И это в плане, там, идет просто общение. То есть, все равно это какое-то там обычно лимитированное… Там 20-30 минут. Я предпочитаю больше, там, часа не тратить на… Ну, когда я, там, тренируюсь, я не могу себе позволить. Ну, и обычно это, конечно, обыденно. То есть, ты их даешь, там, сотни, может, тысячи. И редко, когда ты разговариваешь реально по интересам. И вам спасибо. Подстриг, подстриг. А так желание, да, хочется одеть, да? На сривычку уже, конечно. Еще обращаюсь ко всем. Если вы чего-то не поняли, ничего-то не услышали, что вы бы хотели узнать, пишите в вопросах свои вопросы. Я попрошу, Александр зайдет и ответит вам лично. Прямо в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok